Пациент 76 лет. Наблюдается у пульмонолога по поводу Хоббл, хронической обструктивной болезни легкого. До этого делал КТ легких в марте, 8 месяцев назад. Кроме КТ признаков Хоббл патология, выявлено не было. Деком файлы предоставлены не были. Пришел для выполнения контрольного исследования легких. Выполнено МСКТ легких. Область исследования. Органы грудной клетки с реформатированием в трех плоскостях и реконструкциями в объеме. Контраст усиления не проводилось. К нижней части корня левого легкого прилежит объемное образование, мягкотканной плотности, неоднородной структуры от плюс 12 до плюс 40 по Халсфилду, размерами до 38 на 42 мм на аксиальном срезе, до 50 мм, крайне укаудальный размер, с неровными, характерно лучистыми краями. Образование вплотную прилежит к средостению, к легочным венам слева, находится близко от боковой стенки грудной аорты. При исследовании без контрастирования степень инвазии в средостении достоверно не оценить. В образовании обрывается просвет нижнедалевого бронха. Выявлены множественные увеличенные лимфоузлы в средостении, вблизи опухоли, до 0,7 на 1 см, нижние паратрахеальные, ипси и контрлатеральные до 8 см, бифукрационные до 1 на 2 см с включениями кальция. Выявлен участок инфильтрации легочной ткани, по типу паранкрозной пневмонии, в S10, S9 слева, до 5 на 5 на 6,5 см. Выявлены множественные небольшие очаги, 4, в нижней и средней доле правого легкого, до 4 мм в диаметре. Пневматизация легочной ткани в других сегментах диффуза неравномерно повышена, до минус 1000-1050 хаунсфилда, с признаками центрилобулярной имфиземы. Ветвление легочных артерий типичное, контуры их четкие. В S1 справа выявлен кальцинат, до 3 мм. Справа также выявлены обозвесленные субсугментарные лимфоузлы, до 6 мм. Бронхи на видимом протяжении проходимы. Визуализируются просветы бронхов до 3-го порядка. Стенки их не выглядят утолщенными, без признаков наличия бронхоэктазов. Мягкие ткани грудной стенки в объеме сканирования в целом без патологии. Жидкостного содержимого в грудной полости не выявлено. Камеры сердца в размерах грубо не увеличены. Аорты и ее ветли обозвеслены, не расширены. Травматических и или деструктивных изменений не определяется. Умеренно выражены дегенеративные изменения грудного отдела позвоночника. Заключение. КТ-архив не представлен. Объемное образование корня левого легкого Т3Н3МХ. Выражена ипси- и контролатеральная лимфодонопатия средостения. Частичный отелектаз нижней доли слева. Параконкрозная нижнедолевая пневмония слева. КТ-признаки Хоббл. Немногочисленные очаги нижней и средней доли правого легкого. Кальцинат и лимфоузлов средостения. Ауэрта корононосклероз. Рекомендуется консультация онколога. В связи с вновь открывшими обстоятельствами пациенту рекомендовано продолжить лечение в специализированной клинике. Рекомендуется консультация.